Всем привет, господа ножеваны! Сегодня у нас очередная ножевая распаковочка с первыми горячими впечатлениями от очередных горяченьких ножевых посылочек с Алиэкспресс. Я все никак не могу остановиться, купаюсь в этом китайском ножевом клондайке, там идет еще одна партия ножиков, но вот пока давайте приступим к тем, что пришли. Где тут моя ножевая игрушка? Начнем... Нет, тут все интересные ножи, но вот самый такой вот я оставлю как обычно нам потом, начнем вот с этой посылочки Харнс. Ножи Харнс мне известны хотя бы по одному ножу, который есть у меня, Харнс Сил, так вот он, тюлень какой-то называется. Все помнят, наверное, нашумевший их нож Харнс Вайпер, по-моему, так он назывался. Ну и вот я приметил на Алиэкспресс очередной их ножик, который называется Гиан Силкворм. Да, Гиан Силкворм, вот так как-то написано, модель ЦК-351ЕС. Ну вот здесь вот все характеристики этой модельки указаны, кому интересно. Ставьте на паузу, слушайте, ну он небольшой, он прям, ставьте на паузу, смотрите, он прям смотрелся таким вот с вордом, таким мечищем, а вот тут вот смотрите, такой небольшой ножичек, вот так он выглядит, не больше моей ладони, у меня ладонь 9 сантиметров в ширину, но чуть побольше. Такой оказывается аккуратненький ножичек на каждый день. Ну мне это даже сказать нравится больше, я просто тяжело воспринимаю те, вот на вид те размеры, которые написаны, с теми размерами, которые рисует мой мягко как открылся. Не сказать, что флип такой, вот он не падает, да, под своим весом, флип классный, но он такой, чик, мягко, чем-то на ганза похож, мягко открывается, надо чтобы разработался. Ну смотрите, прикольно. Вот так вот так я на него смотрел, думаю, ого, какой мечина, так он так еще вовесь нарисован, думаю, прям такой будет какой-нибудь, но нет. Вот такой вот маленький, односторонний, а нет, двухсторонний клипса переставляется, с плашками из G10, там небольшие вставки есть и очень тяжеленький, такой вариантик на каждый день, особенно на лето. Че, такой разви ты можно чем-нибудь поковырять? Не очень тонкого сведения, наверное, где-то в 0,5. Самое главное, не очень толстый клинок, лангую, что 2,5, а давайте посмотрим, че я тут вангую. А, нет, а давайте, че? Нет, не написали. По-моему, мне кажется, где-то 2,5 миллиметра, максимум 3, это очень классно будет для реза. Вот такой вот Харсик, друзья. Ну, первые впечатления, но они такие, знаете, я увидел не то, что ожидал, он очень сильно прям отличается. И по размерам, и по исполнению, там просто смотришь на картинку, там вот эти вот плашки какие-то агрессивные, здесь они такие мягкие, волнообразные. Но будем пользоваться, будем смотреть. Аксис-лог, да, сейчас вроде бы как у компании Benchman, которая его разработала, кончился патент на Аксис-лог, поэтому мы увидим очень много ножей, официально выпущенных. Следующая посылочка с этим замком. Следующая посылочка, там лежит нож от компании Free Tiger. Free Tiger мне контора абсолютно неизвестна. В первый раз вот нож взял и взял вот чисто, да, посмотреть, оценить качество и составить общее впечатление о бренде. Так прикольно сказал, типа на основании одного ножа. Но, тем не менее, какое-то впечатление. Такая же крафтовая коробочка уха, как у Харнса, знаете, у меня вот прям, прям так я сразу подумал, они из одного ли места растут ручки и ножки у этих компаний. Нейлоновый чехольчик Free Tiger и вот такой вот ножичек. Это одна из самых новых моделей, как я понимаю, этих товарищей. Одна из самых таких более-менее интересных, как мне показалось. Есть G10, стальные лайнеры, спейсер. Прикольно, кстати, смотрится черный спейсер с черной G10, вернее, с оранжевым спейсером. Флиппер и вот такая односторонняя клипса. Кстати, вот в тон спейсер вообще выглядит прилично. Выглядит, причем, я вам хочу сказать, гораздо интереснее, чем выглядит он на картинке. Опять же, смотрите, в тон так сделано бэкспейсеру обработка на осевом, декоративное колечко. И вот с этой стороны, вот, кстати, очень странно, да, с этой стороны под торкс, а с этой стороны под оляши рагоров, такой вот пропильчик. Ну, давайте посмотрим, как говорят многие, момент истины на флип. Ну, не сказать, что пушка, но вполне себе внятный, понятный, хорошая механика у ножа. Чпок. И вот такое вот танто, причем здесь, да, не то танто, не то спанто. Полупомесь. Такое танто, но со скругленным и утолщенным кончиком. Даже вот я бы вот с панто все-таки назвал эту форму. Ну, вот так смотрится ножик. Да, вполне себе. Имеет право на существование. Сборочка оцените. Все вроде ровненько, четенько, как говорит один из моих коллег. Все остальное будет в подробном обзоре. Здесь вот так вот фаски сняты, опять же, а-ля Широгоров. Вот, видимо, видно, где китайцы вздохновляются. Винт а-ля Широгоров, фаски а-ля Широгоров. Следующий нож от такой неоднозначной конторы. Каменная рыба, да? Petri Fit Fish. Ну, вроде смотрю я на все это дело, вроде бы, как бы, да, есть что-то интересное. Но с другой стороны смотришь, такие у них вырвиглазные дизайны, и кажется, что они вот хотят брать рынок не за счет, там, невообразимого качества продукции, хотя качество может быть и вообразимое, и вполне себе пристойное. А именно за счет вот необычного дизайна. Причем вот дизайн, смотрите, мне на 3 доллара купон дали продавцы. Я брал это все в официальном магазине. Что-то тут надо сделать, короче, в общем, 3 бакса можно получить. Так о чем я говорил? В общем, дизайны это настолько необычные у них, за счет которых они решили брать рынок, что они становятся какими-то прям, ребята, излишне вычурными. Я вот так прям скажу. Так, чик-чик, оригинально открывается коробочка. И здесь еще одна коробочка. О, здесь тряпочка фирменная. Ну, прям, я вам скажу, уже вот чувствуется. А-а-бренд китайский. Фирменная тряпочка. Отличненько для полировочки ножа ухода. Пакетик. В пакетике, опять же, смотрите, фирмовая лейблочка, которая привязана к темлячному отверстию. Все это дело как-то так вот сразу видно, да, типа новый, не новый нож. Все это дело снимается. И ножик. Ну, выполнен я, вот скажу вам. Не зря я заказал еще один нож от этой конторы. Едет ко мне. Мне еще одна моделька понравилась. Выполнен он прям на голову повыше вот этих вот двух соседей, которые мы держали сейчас в руках. Если те на уровне выполнены были Ганза, то этот прям, вот посмотрите, прям видно, что поаккуратнее, покрасивее. Тут прям все так обработано. По обработанию, скажем так, все зализано. Стальные лайнеры в тон накладкам, только более темный синий клинок, двухцветный, петрифит фиш на осевом. Тоже очень так красиво все это вырезано, сделано. Очень не тяжелый для своих размеров. Ну и опять же флипер. Ну как флипер, двойного открывания. Можно за отверстие, можно за флип. Ну и сейчас вы, ребята, увидите клинок. Мне кажется, опять же, излишне много на нем линий. Вот перебарщивают они с дизайном. Отличная механика, отлично. Прям, прям отлично. Под своим весом не падает, но вполне стреляет. Сильно, не, хотя да, он и упадет под своим весом, сильно его зажимает детент лайнера. Лайнер лоб, надо сказать, очень не толстый лайнер. И вот такой, друзья, клинок. Ну, кто что думает, пишите, что называется, в описании. Ну, я думаю, прям вот так можно было бы отрезать этот зуб. И вполне себе был удобоваримый нож. А вот с этим зубом, ну, блин, вкусовщина, конечно, на любителя. Зато, смотрите, можно палец вот так положить в чойл и вот в это углубление. А можно вот на этот зуб засунуть и там какой-нибудь поточить карандашик, что-нибудь аккуратно подрезать. Очень тонкое сведение, друзья. Не скажу, какое. Трехмиллиметровый клинок, наверное, плюс-минус. Два с половиной. Я все два с половиной миллиметра хочу видеть. Клинки у ножей. И даже два они классно режут. Прямые классные такие спуски. Вот. Поперечный сатинчик. Но мелкий, 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 мелкий. Такой, еле ощущаемый пальцами. Приятный, подполированный. И очень тонкое сведение, друзья. Но это видно по подводам. Прям очень тонкое. Я подозреваю где-то 0,2-0,3. Черт с ним, с этим, ребята, необычным дизайном. Но если он будет резать, блин, а я подозреваю, что таким тонким сведением и с таким широким клинком и высокими спусками он будет очень классно резать. Я ему даже прощу вот эту вот всю его кракозябристость. Ну, вот такой вот я решил взять, друзья, нож. Несмотря на то, что дизайн немножко не мое. Потому что другие модели у них прям ну совсем были. Совсем уж вычурными. И последний у нас ножик на сегодня это, друзья, реплика. Реплика. Я не помню какого ножа. Я не буду выпендриваться, что я все знаю. Потому что я увидел эту реплику в обсуждениях китайских ножей на Guns.ru. Более того, я нашел оригинал. И, как мне казалось, я сделал закладочку у себя в браузере. Но я почему-то этой закладочки не вижу на оригинальчик, дабы удивить вас своими высокими познаниями. Поэтому скажу, что все, мы все просрали. Закладки нету. Что за оригинал я не знаю. Но к обзору я подготовлюсь. Конечно же расскажу, на оригинал какого ножа сделана эта реплика. Реплика от компании Kisiva. Те, кто покупает ножи на Алике, наверное, знают эту компанию. Замечено в том, что делает реплички. А мне понравился сам нож. Причем я взял не из-за того, что вот как-то там типа вау, там имя, да, там Широгоров. Надо брать его реплику. Блин, он весь такой тут в масле. Надо это все чем-то вытереть. Салфеточка у меня тут под рукой. А мне понравился сам нож. Такой маленький, аккуратненький, с простыми, лаконичными, понятными формами. И, как мне показалось, очень классненький такой на, допустим, лето уже ушедшее. Ну, у нас впереди еще одно лето. На карманчик, шорт. Ну, или такой вот распаковочный вариант. Смотрите, какая няшная нажиманская красота. Я его наконец-то вытер. Одна накладка из G10. Вторая, вроде бы, да, должна быть из титана. Несмотря на всю его недорогую стоимость. Там что-то 20 с копейками баксов. Вторая накладка из титана. Причем, что это, посмотрите, как, опять же, по-брендовому сделано. Как у серьезных людей. Все классно обработано. Фасочки все снято. Фрезеровочка вот такая. Вот сатинчик, да, тут типа такой поперечный. Поперечный, диагональный. И даже, и даже, и даже, да, и даже за такие бабки нам сюда вкорячили во фрейм сухарик. Который запирает вот такой вот небольшой клинок, который обещает, в свою очередь, быть очень и очень резучим. Потому что не толстый. Обратите внимание, со спусками от самого обуха. И с очень не толстым, как мне подсказывают мои пальцы, с сведением. Порядка, ну, где-то 0,4-0,5. Хотелось бы, конечно, 0,4-0,3. Ну, блин, просто суперский. Просто суперский. Вот такая вот суперская, няшная, небольшая, нажиманская игрушечка. Классная механика, друзья, потому что, по всей видимости, там подшипники. Класс. Этот нож, кстати, двойного открывания. Можно его открывать за вот этот односторонний. Кстати, односторонний съемный шпенек. А можно его снять, чтобы он, да, он тут и не особо сильно отнимает длины клинка. Он на самом краю клинка стоит у самого основания. Можно его снять и открывать за такое подобие Emerson Wave. Вот так, по идее, должен цепляться нож за край кармана, когда вы его будете дергать и вот так открываться. Ну, будет или нет, проверим, потому что здесь зацеп не очень-то большой. Ну, прям вот, ребята, я не устаю восхищаться. Самый, наверное, классный ножичек в этой распаковке. Причем стоит там каких-то 20 с копейками долларов. Но при этом, посмотрите, очень классно сделанный. Очень классно выглядящий. С такими приятными лаконичными формами. С очень классным финишем, обработкой. Замечательно. Ну, по рейтингу выставлю так. Вот этот на первом месте. Рыба на втором месте. Хотя спорный вариант тут относительно дизайна. Относительно дизайна, наверное, не на втором месте. Относительно обработки точно на втором месте. Ну, и третье место делят у нас вот эти вот ганзоподобные фри-тайгеры и ханцы. Такие вот ножи. На этом с впечатлениями у нас все. Обязательно будут полный обзор этих ножей на канале. Поэтому подписывайтесь, оставайтесь на канале. Пишите, что думаете про ножи в комментариях. Всем удачи, всем пока.